Система электронного правительства сегодня сформирована и включает в себя удостоверяющий центр, системообразующие базы данных, юридические, физические лица и другие, а также информационные системы государственных органов. Сформирована также достаточно зрелая система одного окна, которая включает в себя центры обслуживания населения, портал электронного правительства и единый контактный центр для государственных органов. В прошлом году через цены оказано было услуг 15 миллионов, при этом на 31% больше, чем по сравнению с 2011 годом. Через электронный правительство, непосредственно портал, было оказано 10,7 миллионов услуг, при этом на 28% больше, чем в 2011 году. Единый контактный центр в прошлом году тоже достаточно активно был использован гражданами, более миллиона звонков было обслужено через данный контактный центр. В результате вот такого достаточно большого количества оказания услуг ООН оценил то, что Казахстан сегодня сформировал систему электронного правительства, и в развитии электронного правительства нам, Казахстану, было дано 38 место. По электронному участию мы наравне с Сингапуром на втором месте по итогам вот этой работы явились, по онлайн-услугам на 14 месте, и, конечно же, будем продолжать активную работу по продвижению электронного правительства. При этом хотелось бы сказать, что прошлый год был ознаменован выполнением именно поручения главы государства в развитии электронного правительства по переводу в электронный формат социально значимых услуг. 60% социально значимых услуг сегодня уже переведены в электронный формат, при этом не будет предоставляться 40 миллионов документов именно в бумажном виде, что, конечно же, облегчит максимальное получение данных услуг населению. Также хотелось бы сказать про отдельные примеры. Например, государственная регистрация юридических лиц была сокращена с 30 дней до 1 дня. Регистрация индивидуального предпринимателя с 5-30 дней до 1 дня. Было оказано уже за два месяца 2929 компаний зарегистрировано через портал великого правительства. Это доказывает то, что услуги достаточно активно пользуются населением. С точки зрения электронных лицензий, Сергей Геннадьевич, Вы в начале данного заседания предпринимателя сказали о том, что переведен полностью данный формат именно выдачи лицензии на электронный вид. И мы будем, конечно же, продолжать эту работу. За прошлый год 19 740 лицензий было выдано, и будем, конечно же, наращивать эту работу. Также хотелось бы в дополнение сказать то, что автоматизировано 80 разрешительных документов, и при этом сокращено 255 различного рода справок при получении этих документов именно разрешительных. По поручению главы государства в прошлом году была активно продолжена работа по модернизации центров обслуживания населения. Было 252 таких центров модернизировано. Также хотелось бы сказать то, что были созданы мобильные цены, их 70 было организовано. И была активно проведена работа по формированию, мониторингу качества оказания государственных услуг посредством информационной системы, которая уже дала свои плоды. Время оказания услуг сокращено было 60 минут до 15-20 минут. И уровень удовлетворенности населения достиг уже 81,6%. В этом году мы собираемся по работе именно центров обслуживания населения заниматься внедрением принципа экстерриториальности по услугам, оказываемых цены. С точки зрения специализированных цонов, специальных цонов, было открыто в Караганде и в Алматы два цона. Уже они оказывают услуги. Так, Караганда оказала уже по снятию с учета транспорта более тысячи услуг. Алматы по этим услугам уже оказала практически 9 тысяч услуг. И, конечно же, эта работа будет проводиться с увеличением таких специализированных цонов, о чем будет докладывать мой коллега, министр внутренних дел, более подробно. Единый контактный центр государственных органов, как я и говорил, достаточно был использован, достаточно был интересен в целом населению. И в этом году мы будем активно продвигать его работу. Надеемся, что количество принятых звонков достигнет уже 3,5 миллионов. Активную работу проводили и по обучению населения, продвижению электронных услуг. И по данным Агентства по статистике уже компьютерная грамотность и процент компьютерной грамотности достиг рубежа 51,7%. Будем продолжать также работать и с местными исполнительными органами, и с национальными компаниями, и с государственными органами по повышению компьютерной грамотности. Кроме этого, хотелось бы отдельно отметить о внутреннем контуре электронного правительства, бэк-офисе, который тоже продвигался в прошлом году. В результате 52% всех документов уже без дублирования в электронном виде направляется между государственными органами, между государственными случаями. И в этом году мы собираемся достигнуть такой планки, как 60%, за счет чего? За счет перевода в безбумажный формат документов со сроком хранения до 10 лет, за счет перевода согласования нормативно-правых документов 50% уже в этом году, и за счет активизации сервиса приема обращений. Также нельзя не сказать об утверждении государственной программы «Информационный Казахстан-2020» главой государства в этом году. И мы с точки зрения развития электронного правительства имеем в этой программе фокус на развитие мобильного правительства и на развитие облачных технологий. Теперь, если позволите, я чуть-чуть вкратце расскажу о том, каким образом мобильное правительство будет внедряться и облачные технологии. С точки зрения мобильного правительства, почему этот вид именно одного окна для развития электронного правительства очень важен, потому что сегодня количество абонентов превысило именно интернет-пользователей через мобильные технологии 10 миллионов, что, конечно же, очень важно для такого популяризации в целом электронного правительства через мобильные устройства. Мы презентовали данное приложение главе государства 23 декабря 2012 года. И сейчас предполагаем полностью все электронные услуги перевести в такие мобильные приложения с тем, чтобы максимально популяризировать электронное правительство среди населения. С точки зрения облачных технологий, хотелось бы сказать то, что эти технологии позволяют нам сконсолидировать развитие информационных систем, вообще в целом информационных приложений для государственных органов и уменьшить затраты на 58%, сконсолидировать и виртуализировать сервера и уменьшить затраты на 19% именно по покупке данных серверов. Затраты на энергию в результате облачных технологий на 25% можно снизить. И время простоя, а значит и качество предоставления услуг в 4 раза уменьшить. Уменьшить именно время простоя, а соответственно повысить качество. Целый ряд приложений предполагается именно в развитии облачных технологий. А первое я хотел бы сказать о системе электронного обучения, электрон и ленинг, о котором более подробно будет рассказывать мой коллега-министр образования Бахшан Турсунович Жумагулов. Но я хотел бы сказать, что это уже электронное образование разработано по принципу облачных технологий. Уже сегодня 581 организация образования получает данные услуги. И, конечно же, мы будем наращивать количество организаций образования в данной системе. Через облачные технологии будет сформирована интеллектуальная транспортная система, которая позволит нам повысить и безопасность на дорогах, которая позволит и повысить эффективность транспортного контроля, а также создать такие интеллектуальные приложения, как парковки, остановки, создать систему экстренного вызова и синтегрировать все системы, которые сегодня мы развиваем в Министерстве транспорта и коммуникации, включающие в себя и автоматическое взвешивание, и платность, которая будет реализована на автодорогах. С точки зрения инфраструктуры информационно-коммуникационной, то за прошлый год нам удалось со всеми операторами связи предоставить нашему населению большой спектр телекоммуникационных услуг, и при этом количество пользователей сети интернета на 1 января 2013 года достигло 62,8%. В этом году мы предполагаем продолжать активное развитие данной инфраструктуры, при этом на селе мы уже предполагаем, что населенные пункты свыше 50 человек, мы обеспечим практически полностью 100% возможностью получения широкополосного интернета по технологии CDMA со скоростью 512 кбит в секунду. А для городов мы предполагаем областных именно, что они смогут иметь возможность до конца года получать технологию 4G. Завершая свой доклад, я хотел бы сказать то, что определены конкретные индикаторы по показателям отрасли на 2013 год, и мы собираемся достигнуть таких конкретных показателей, как количество оказанных электронных услуг 12 миллионов, перевести все социально значимые услуги в электронный формат 100%, количество электронных услуг на портале электронного правительства довести до 180, автоматизировать разрешительные документы более чем 200, уровень удовлетворенности населения услугами ЦОН довести до 85% и плотность пользователей интернет до 64%. Спасибо за внимание.